Добрый день! Сегодня интересная головоломка от компании MF8 или MF8. Здесь обычная коробочка, на которой изображено много различных головоломок. Да и компания экономит на дизайнере для разных головоломок одна и та же коробка. Если внимательно посмотреть, здесь есть гриль 1, crazy гриль, гриль 3 и должен быть гриль 2. И у нас как раз гриль 2. Или часто его называют винтус гриль 2. Помимо этого здесь есть корвикоптер плюс 3 на 3, мастер скьюб, которого от MF8 я не видел ни разу, элитный скьюб, как раз вот он. Из всего здесь перечисленного у меня есть как раз винтус гриль 2 и корвикоптер плюс 3 на 3. Очень редкий экземпляр сейчас. Мастер скьюб плюс, у него индекс идет, я ни разу в продаже не видел. Гриль 3 и гриль 1, где он тут, гриль 1, тоже не видел. Причем гриль 1 это упрощенная версия гриля 2 и я не уверен, что она в принципе будет интересна. Сейчас мы увидим разницу. Но очень бы хотелось роял скьюб, хотя здесь почему-то он Ройла написан. То есть это вот такой вот скьюб, но еще больше слоев. Ну и возможно крэйзи гриль будет как-то интересен. И наверное версию мастер скьюба от MF8 тоже было бы неплохо получить. Ну давайте открывать и смотреть. Гриль 2, бывает версии с наклейками и версии с цветного пластика. Если версия с цветного пластика есть, я всегда стараюсь брать именно ее. Тот же элитный скьюб сначала вышел с наклейками, а спустя некоторое время появился тоже в цветном пластике. Но вроде наклейки держатся крепко, но пока все хорошо. Здесь пластик цветной, причем цвета вот такие вот нежные пастельные, вместо оранжево-розовый. Кстати в подобных упаковочках, но чуть поменьше, еще вот поставляются такие головоломки, как Unicorn и Crazy Unicorn. Ну они здесь не просто так стоят, сейчас мы к ним вернемся. Что такое Windows Grille 2? Это можно подумать, что ReadyCube. Здесь можно вот так вот менять ребрышки местами, как на обычном Ready. Вот Ready, и на нем можно делать такие же движения. Ну соответственно масштаб элементов немножко другой. И в один пиф-паф можно здесь собирать. Здесь тоже. То есть есть такое вращение. Есть вращение вот этих уголков, которые сами по себе перемешаться никак не могут, если вращать только уголки. Но вместе с другими вращениями перемешивают головоломку. И соответственно есть вращение как 3х3. То есть можно купить в Windows Grille 2 и вращать его как трешку. Очень плохую трешку. Эта головоломка не новая и не особо дешевая. Я видел ее давно и как-то думал, хорошо бы прикупить. Но по отзывам других товарищей я знал, что вращается очень плохо. И если движение как Ready, вот эти вот, и уголки еще более-менее, то как трешка вращается отвратительно. Причем сложность головоломки не так высока, чтобы вызывать какой-то сильный интерес. Но я все же купил. И да, вращение как трешки очень плохое. Но спустя сборок 20-30 и какое-то количество смазки удалось что-то с головоломкой сделать. Да, она не лишилась вот таких вот заеданий. Но они стали проходить гораздо легче. В чем суть головоломки? Можно, как я уже сказал, перемешивать как Ready. Можно как трешку. И можно вращать уголки. То есть три типа движений. Соответственно, давайте перемешаем. Уже на собранную налюбовались. Достаточно. Собирать полностью мы не будем. Это не так быстро. Хотя когда-нибудь я на время соберу. Потренируюсь немножко, чтобы она еще разработалась. Вот эти заедания лечатся под поправлением уголков. И если прямо из коробки вот такое вращение было просто невозможным, то сейчас уже спустя некоторое время крутится, скажем так, сносно. Вот мы перемешали как трешку. Вращаем как Ready. Вращаем уголки. Все это можно делать параллельно. И потом увидим, как это можно собирать. Более-менее что-то перемешали. И вращаем еще как трешку. Здесь можно много таких кругов делать. Да, сейчас те, кто собрали гололомку один раз и положили в ужасе, наверное, завидуют хорошему вращению. Но не бросайте кубик сразу. То есть соберите раз 20-30. Перетерпите вот это плохое вращение. И оно станет гораздо лучше. То есть кроме смазки я сюда ничего не добавлял. Ничего не подпиливал. Не ослаблял. Ничего. Никаких механических вмешательств. Только сборки. Ну вот как-то перемешалось. И поначалу мне казалось, что эта гололомка ну чересчур проста. И даже зря ее купил. Но в итоге она казалась, конечно, не особо сложной, но и не самой простой. Здесь есть несколько этапов, которые нужно собрать. Сначала нужно собрать центры. Потом собрать ребра. Потом решить как 3х3. И при необходимости решить паритет одного уголка. Причем этот паритет решается точно так же, как на кубике юникорн. Кто с ним знаком, должны уже этим владеть. Там способов решения много. Какие-то я вывел сам. Какие-то подсказали умные люди. Но смысл в том, чтобы сделать вот такой вот поворот одного уголка. Хотя вот юникорн действительно хорошая гололомка. Даже вот с наклейками вращается хорошо и стикер держится. То есть вот здесь возможен такой случай. То есть один уголок повернут. Это паритет. Точно такой же паритет возможен на Windows Grid 2. Я его здесь моделировать не буду, поскольку, наверное, это надо было сделать сначала. Сейчас уже поздно, его надо целиком собирать. Но паритет легко решается и трудностей как-то не вызывает. Я пробовал разные способы сборки головоломки. Но в итоге пришел к тому, что лучше собирать, ну, понятное дело, сначала центры. Это мы делаем такими простыми поворотами. Например, вот красный. Раз, собрался. Вращаем еще. Подворачиваем к одному углу и их собираем. Собрался красный. Аналогично собираются все остальные. Здесь вот два крупных ребра стоят вместе. Их можно сначала объединять, а потом, как рэди, вставлять в них средние ребрышки. К примеру, вот белосиние можно поставить сюда при помощи пиф-пафа. Такого. Вот ребро собралось. Да, можно собирать сначала два крупных, потом вставлять туда мелкое. Но, в отличие от рэди, на котором некоторые ситуации невозможны, здесь можно сделать, к примеру, вот такое. То есть, собрать ребро неправильно. Если взять рэди, здесь никогда не получится, чтобы ребро стояло на своем месте, но неправильно ориентированно. Это прерогатива, ну, скажем, 5 на 5. Здесь такое возможно. И при сборке отдельно вот этих ребер, потом вот этих, в конце может получиться подобный паритет. Поэтому, я немного поэкспериментировав, пришел к выводу, что удобнее собирать вот эти ребра сразу. И можно объединить вот большое ребро с маленьким и к нему подставить еще одно. Давайте соберем одно. Вот такое. Я сейчас покажу пример, чтобы было понятно. На вот эти маленькие уголки можно не обращать внимания, а можно их постепенно собирать. Поскольку их сборка абсолютно никак не зависит от остальных движений. То есть, вот здесь вот бело-красное совпало под цветом, можно его оставить. А если мы увидим, что вот так вот зелено-красное хорошо подойдет, то можно его здесь и собрать. Ну, чтобы не ломать бело-красное, можно сначала отодвинуть, потом зелено-красное поставить. Ну, эту деталь. Можно это отдельно собрать перед этапом 3х3. То есть, по сути, для того, чтобы собрать одно ребро, которое состоит из пяти частей, мы сначала собираем средние три, а потом вот эти вот маленькие отдельным этапом можно добрать, либо сделать его параллельно. Но показать я хотел не это. Вот, к примеру, два розово-желтых элемента. И вот еще один розово-желтый. То есть, мы сейчас рассматриваем только средние, вот эти. И их можно собрать, как в 5х5. В кубике 5х5 мы можем увидеть ситуацию, когда здесь есть зелено-желтый блок, и вот этот элемент к нему нужно поставить вот сюда. Вводили вот так, делали флип, и возвращали обратно, ребро собиралось. Здесь что-то подобное. У нас есть блок, есть отдельное ребро. Мы располагаем блок перед собой, а вот этим ребром его как бы выбиваем. Вот центры-то должны быть собраны к тому моменту. Далее делаем флип. Р, у, р штрих, ф, р штрих, ф, штрих, р. И ребро, соответственно, собирается, как только мы отменим сетапов. Ну и аналогичная ситуация, когда у нас ребро разрозненное. Давайте вот на этом посмотрим зелено-розовое. Ищем какое-то еще зелено-розовое ребро, крупное. То есть, вот это вот мелкое нам пока неинтересно. Вот его находим здесь. Располагаем их поближе, друг с другом, определенным образом. Здесь, наоборот, располагаем отдельный элемент перед собой, а разрозненный блок где-то сбоку. Подгоняем сюда центр. Очевидно, разворачиваем, и вот этот блок вернется к этому ребру. Здесь делаем опять же флип. И отменяем сетапов. И вот ребро собирается. Да, мы собрали только один красный центр, но они к этому этапу должны быть собраны все. И при таких движениях центры не нарушаются, и мы постепенно собираем все 12 ребер. А и в конце к ним, соответственно, добавляются маленькие элементики вращения вот этих уголков. Там ничего сложного, все интуитивно. Ну а дальше собирается как 3х3, и плюс этот паритет одного уголка. И все. Больше здесь сюрпризов никаких нет. Я, конечно, сделаю отдельно обучающее видео, не знаю когда. Но здесь, в принципе, все познано. Еще покручу, может быть, еще лучше будет вращаться. Попробую собрать на время. Пока, конечно, еще заедает, но это в разы лучше того, что было изначально. Тогда нельзя было просто вот поворот сделать так, чтобы она не заела прям насмерть. Когда заедает, можно покрутить эти вот уголочки. Они встают на место, и поворот дальше возможен. Вот такая вот интересная головоломка. Но если вы будете ее приобретать, сразу имеете в виду, что вращение из коробки отвратительное. Просто ужасное. Сложность здесь не особая. Поэтому, если у вас небольшая коллекция, можно пока выбрать что-то другое. Тот же Unicorn. Пусть он, наверное, и быстрее собирается, и чуть полегче. Хотя у него есть свои заморочки с поворотом углов. Но если здесь вращается любой угол, то здесь далеко не каждый. Но он вращается очень хорошо и почти сразу. Буквально пара сборок, и он уже. Вращается почти как неплохая трешка. Хотя, что я говорю, как плохая трешка он вращается. Но для такой сложной головоломки вполне достойно. Кубик вполне подходит для того, чтобы его медитативно собирать. Посматривая какой-нибудь сериал. Или что-то еще. Не спеша. Ну и тренировать свою нервную систему. Все-таки она заедает. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.